Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами все уже постились 9 ава, такой грустный день скорби по разрушению храмов, такой вот тяжелый день в еврейском календаре. И мы с вами продолжаем движение по еврейскому календарю к следующей дате, 15 ава. Говорят нам наши мудрецы, что нет у евреев лучших дней, чем Ём-Кипур и 15 ава. Это великий светлый праздник, в котором Всевышний сделал для нас огромное количество чудес. Одно из которых, что Всевышний прощает, вот был 40-й год в пустыне, и Бог прощает еврейскому народу грех разведчиков. Мы знаем, что каждый год в пустыне умирало около 15 тысяч человек из-за греха разведчиков. Но в 40-й год, 15 ава, они поняли, что в этом году больше никто не умирает, и Всевышний прощает грех разведчиков. И очередные 15 тысяч человек, которые, по идее, должны были умереть, они выжили, и Бог их спас. И поэтому, раз в этот день Всевышний прощает еврейский народ, а нам известно, что отношение между людьми и Богом, это похоже на отношение между мужем и женой. Раз в этот день, этот день так и располагает хорошим отношением с Богом, между людьми и Богом, то говорят нам наши мудрецы, ищи себе пару, тому, кто ищет себе пару, жениха и невесту, ищи себе 15 ава. Почему? Потому что этот день располагает для хороших отношений. Чтобы начать с кем-то отношения, самый лучший день в году – это 15 ава. Поэтому, говорят нам наши мудрецы, не было таких светлых дней, как Йом-Кипур и 15 ава – день прощения, восстановления отношений. И это тот день, который располагает, чтобы начать новые отношения, поиска жениха или невесты. Рэб Цадук Акоин Мелюблин говорит, что 15 ава будет отстроен третий храм. Настолько это великий-великий святой день, и все праведники всегда 15 ава начинали переходить в новую фазу подготовки к Йом-Кипуру. Нас скоро ждет месяц Элюль, самый любимый, самый светлый месяц в году, после которого будут наши осенние праздники – Рошана, Йом-Кипур, Суккот, и нужно к этому готовиться. И всегда большие праведники начинали готовиться уже 15 ава. Всех поздравляю с наступающим праздником, дай нам Бог провести ближайшие дни в милосердии, чтобы все было хорошо, чтобы уже пришел третий храм, как нам обещал Рэб Цадук Мелюблин, 15 ава, чтобы мы все увидели третий храм, и мы начали подготовку к Рошана, Йом-Кипуру, к подготовку к таким великим, чистым и светлым дням. Спасибо огромное за внимание.